Всем привет, меня зовут Макс, вы на канале Fragrantius, у меня тут накопилось аж целых 5 пробничков итальянского нишевого бренда Laboratorio Olfattiva, и я сегодня решил сделать обзор сразу на 5 парфюмов, это Vitiversa, Neurotic, Наближе или Наближе, я честно говоря не знаю как правильно произносится, Neurosa и Pachuli Full, поехали! Итак, друзья, прежде чем начну делать обзор, хотел вам сообщить, что у меня есть одноименный телеграм-канал Fragrantius, на котором есть много всего интересного, того чего нет на ютубе, поэтому заходите, осматривайтесь, если вдруг понравится, подписывайтесь Начну пожалуй с парфюма Vitiversa, парфюм был выпущен в 2019 году, парфюмер Люсьен Феррера, как можно предположить из названия, парфюм скорее всего должен по идее быть провитивер Я, кстати, специально перед обзором сверил пирамиды парфюмов всех на официальном сайте лаборатории Olfattiva и на Fragrantica, все бьется, поэтому можете не переживать, все соответствует Итак, я озвучу пирамиду, парфюм Vitiversa, верхние ноты, горький апельсин, он же Бегорадия, он же Померанец, мускатный орех, гвоздика, цветок, средние ноты, ветивер, черный перец, розовый перец и грейпфрут И базовые ноты, сандал, кедр, мускатный шалфей и белый мускус Все-таки, вот вопреки моим ожиданиям, в целом и в общем, парфюм этот оказался совсем даже не провитивер, а больше про цитрусы и специи в виде черного и розового перца Вот эти ноты явно доминируют и начинается это все прям как брутальнейший, такой злой, очень такой бодрый, освежающий мужской одеколон В этом плане, наверное, они хотели подчеркнуть итальянскую ДНК бренда, потому что итальянская парфюмерия, на мой взгляд, она всегда отличается более таким крафтовым, грубоватым, природным звучанием Вот в данном случае старт, это вот это вот самое Бегорадия или горький апельсин, он действительно горький, он действительно мощный, такие вот мощные терпкие цитрусы И с самого старта, вот несмотря на то, что они заявлены вроде как в середине, я слышу прям очень крутой замес из перцев, из черного перца и из розового перца И настолько это мощный и такой, я бы даже сказал, ударный старт, что в какой-то момент даже начинает от этого чуть-чуть першить в горле Прям очень так это все бодро, гораздо грубее и жестче, чем, например, тот же вот Фредерик Маль Бегорадия Концентрии И вообще вот, если сравнивать с парфюмами данного направления, то это звучит прям очень так подчеркнуто, маскулинно, брутально По мере того, как эти цитрусы в виде Бегорадии утихают, усаживаются, как и положено цитрусам, как самым летучим легким ингредиентом Все-таки в базе это больше такой землистый, землисто-специевый парфюм, и который все-таки в целом не про ветивер Вот сказать, что прям здесь есть ветивер, несмотря на заявленные ноты ветивера, я бы не сказал, прям откровенно ветивером не пахнет Больше какие-то вот землистые ноты явно синтетического происхождения и вот какого-то абсолюта ветивера Как, например, в том же Мале ветивер Экстраординер, или Герлен ветивер, или, например, Монтальред ветивер Или Монсера Кумкат Вуд в базе вот этот ветивер с деревяшками Вот я здесь не слышу И с древесной базой тут тоже не особо все плотно То есть это все-таки больше парфюм про вот эти вот жесткие цитрусы с перцами в виде специй С недостаточно плотной и выраженной древесной базой и с практически такими легкими намеками на ветивер Стал бы покупать флакон этого парфюма? Нет, не стал бы У меня, в принципе, есть в коллекции парфюм того же направления, которое по всем параметрам его превосходит А именно Монталь Интенс Пеппер То есть это тоже история про цитрусы и черный перец Вот просто у кого есть возможность сравнить Витиверса и Интенс Пеппер Монталевский И очевидная разница То есть Монталь звучит гораздо более слаженно, красиво И, что самое главное, более носибельно Все-таки, если говорить о парфюме на каждый день Я бы этот Витиверса однозначно бы не выбрал То есть он все-таки более нишевый То есть это те цитрусы с перцем, которые не станешь носить каждый день по той простой причине, что они просто утомят Вот, то есть вполне такой ситуативный нишевый парфюм А если в целом говорить, то парфюм, конечно, неплохой Но на любителя в том плане, кто именно любит такое вот жесткое, бескомпромиссное, подчеркнуто мужское звучание Где все очень такое овер, громко, шершавото, грубо, по-мужски То тогда это, конечно же, будет ваш выбор Второй парфюм, это Пачулифул Парфюм 2014 года, автор Сесиль Заракян И вот, честно говоря, если бы мне заранее не сказали, что это Сесиль Заракян То можно было бы догадаться Потому что сразу после нанесения первое, что ощущаешь Что это вот прям парфюмерный хай-тек Это новые молекулы И я уже неоднократно замечал в работах Заракян Она вот прям приверженец вот этих всех современных направлений течений в парфюмерии Она не гнушается использовать такие вот самые-самые современные достижения органической химии И вот в этом парфюме Пачулифул прям ощущается, что это прям современное, очень современное звучание Пирамида, верхние ноты корица, гвоздика и бергамот Средние ноты Пачули, франжипани и ирис И базовые ноты лабданум, кедр и мускус Вот вы знаете, честно говоря, вот вроде все такое натуральное Но первое вот сразу, что чувствуешь после нанесения этого парфюма Что здесь очень много химии Ну я имею ввиду химии вот в этом вот современном понимании Не химозности, не отталкивающей химии А новых современных молекул, среди которых, конечно же, сразу же моментально опознаются Пачули Я сам, будучи фанатом вот этой ноты Пачули И обладатель нескольких абсолютов Пачули и парфюмы Люблю на тему Пачули, можно сказать, коллекционирую То есть мне эта тема близка и мила И вот этот парфюм Пачули Фул, он мне вот из сегодняшних всех пяти Он мне однозначно нравится больше всех И Зорокян тут сумела сделать то, что не у каждого получается сделать Вот в плане парфюмов на тему Пачули Она смогла убрать весь нуар практически из Пачули В виде вот этой вот землистости, отсылкам к перегнившей листве К какой-то заплесневелости, к сырому подвалу Но при этом оставить нетронутой суть и сущность этого парфюма То есть это по-прежнему Пачули Но они, как говорят англичане, фан эн аплифтинг То есть такие, ну не сказать веселые, но нуарными и какими-то тяжелыми Их тоже не назовешь Это вполне себе такие носибельные, абсолютно унисексовые Пачули И если сравнивать с более такими натуральными парфюмами данного направления Которые близки к абсолютам Такими, например, как Монталь Пачули Ливс Или как Живой Психоделик Или как Монталь Лезер Пачули То, конечно, это гораздо менее нишево В том плане, что это более носибельно Вполне можно использовать как парфюм на каждый день Здесь нету какой-то вот ярко выраженной гендерной направленности То есть это абсолютно унисекс Я бы сравнил это с парфюмами на тему Пачули Такого направления, как, например, Этро Пачули Как, например, Реминисс Пачули То есть это такие не тяжелые, не нуарные, не угнетающие Пачули То есть любителям вот этого вот нуарного тяжелого вайба Пачули Они, конечно, не подойдут А тем, кто любит, чтобы это было легко, носибельно Это вполне себе такой вариант Что касается других заявленных нот Ну, прям сказать, что явно тут как-то прослушивается Ирис или корица или древесные ноты Я бы не сказал Все-таки это больше парфюм в целом Про вот современные молекулы Я не химик, но я прям чувствую, что это вот парфюмерный хай-тек И Пачули по обрамлению вот этого парфюмерного хай-тека Следующий парфюм у нас это Неротик Парфюм 14-го года Автор тоже Сесиль Заракян Зачитываю пирамиду Верхние ноты красные фрукты Грейпфрут, бергамот Средние ноты шафран, герань и кориандр И базовые ноты древесные ноты Дым, амбра, кожа и сандал Я долго его пытался и вдумчиво разносить Прям, ну, честно скажу Я в течение нескольких месяцев Начиная с лета и заканчивая Вот сегодня у нас зима Пытался осознать и проникнуться этим парфюмом Потому что очень много хайпа вокруг него Всяких полумистических таких историй И еще я вспоминаю с улыбкой Мне как-то попался на глаза Обзор самых сексуальных парфюмов От одной очень известной парфблогерши Яркая, красивая женщина И она вот про этот парфюм рассказывала Когда я наношу неротик, я прям вижу Женщину вот в ВДСМ атрибутике В чулках, которая стоит на коленях Со связанными за спиной руками С кляпом во рту И рядом стоит мужчина С плеткой Я вот все тоже наносил этот парфюм И тоже пытался увидеть что-то похожее Но никаких вот сексуальных коннотаций Или ассоциаций у меня этот парфюм Просто не вызывает от слова совсем И вот изобилие всего представленных нот Я тут единственное могу сказать Что основными и главными нотами Здесь является такая слегка дымная И припыленная ваниль с кожей Синтетическая ваниль с кожей Но может быть еще чуть-чуть шафрана Несмотря на якобы восточное направление Это абсолютно не восточный парфюм И это абсолютно хай-тек парфюмерный То есть это стопроцентная химия Вот в духе Сисильза-Океан Вот то самое, что я говорил про Почулифул Но Почулифул Вот эти Почули Более-менее таким своим натуральным И органичным звучанием Они все спасают Здесь вот прям Я это чувствую всеми фибрами Что это прям синтетика Синтетическая синтетика И несмотря на тоже В отзывах очень много Под этим парфюмом восхищений И как все натурально звучит И в качестве пугала Тоже используется манталь То есть этот парфюм Неротик приводится Как некоторая такая антитеза Антоним того, как надо делать В отличии от дурно сделанного манталя Но начнем с того, что Если говорить даже о ваниле То тут она достаточно гурманская И вот такой вот красивой Стручковой мадагаскарской ванили Которая есть в очень многих парфюмах Например, у того же манталя Например, ваниль абсолют Или дарк ванила Здесь не почувствуешь Ваниль здесь именно вот такая вот Гурманская, как в булочках И некоторый такой синтетический дым И некоторые такие намеки На синтетическую кожу Тут очень много нюансов И очень много разных деталей Но в целом парфюм этот очень монотонный То есть это такой вот Как и во многих работах Заракян Вот я здесь вижу Некоторую такую отличницу Парфюмерной школы Что я вот так вот могу А я вот и сяк могу И вот Лично я, когда начинаю Внюхиваться, вслушиваться в этот парфюм В какой-то момент я понимаю Что это невыносимо скучно Скучно по той простой причине Потому что вот это абсолютно такая На мой взгляд Надуманная история И никакой мистики Или загадки Здесь в принципе нет От слова совсем Такая типичная история Про голого короля И кстати говоря У меня есть копеечный араб От бренда Латафа Который называется Латафа Кааед В золотой вот этой банке Не Каед Аль Шабаб А просто Кааед Вот в принципе То же самое направление Ваниль С некоторым таким Древесно-дымно-кожаным оттенком И вот этот вот Каед Латафовский Он звучит гораздо более натурально Естественно И красиво По сравнению с этим Лабораторио Альфатева Неротик И кстати говоря Если уж говорить О Монтале Которым так сильно пугают В комментах На фрагрантике У Монтале есть Просто прекрасный аналог Вот этому парфюму Просто полный заменитель Который называется Дарк Ванила Парфюм Единственным нюансом В котором является То что нужно Не переборщить с нанесением И подождать минут Полчаса Минут сорок После нанесения Потому что он Очень концентрированный И очень стойкий Но если вот просто Так вот объективно Без накидывания Как говорится Одного вещества На вентилятор Вот я их тоже сравнивал На одном запястье Неротик На другом Дарк Ванила В раскрытии В глубокой базе Вот просто Во всех смыслах Монталь Этот Неротик Он уделывает Ну грубо говоря Так Это интереснее Объективно И во первых И ваниль Настоящая Вот эта вот Красивая Не гурманская Не попсовая Не из булочек Не из печенюжек Ваниль На такой Кожанно-дымной Подложке Абсолютная Такая нуарная Мистическая Я бы даже сказал Ваниль В этом плане Неротик По сравнению Вот с этой Дарк Ванила Он звучит как-то Совсем уж Несерьезно И так Ну в хорошем смысле Слово по-детски Хотя если Не брать И не сравнивать То конечно Я понимаю Почему нравится Этот парфюм Многим Особенно Девушкам и женщинам Потому что Вот это сочетание Дыма и кожи С ванилью Оно делает Некоторые Такие отсылки К БДСМ Ну типа Я вся такая Ванильная И тут вот Вдруг кожа Я в принципе Логику эту Понимаю И откуда берутся Эти ассоциации Но к сожалению Неротик Кроме такой вот Улыбки Никаких мыслей О сексе У меня Не вызывает Абсолютно В целом Все таки Если подытожить На мой нос Это все таки Парфюм Ну на такую Четверочку с минусом Потому что Каких то вот Фишек Какого то характера Каких то хуков Чтобы как говорится Носу было за что Зацепиться В нем нету И он Абсолютно монотонный В нем абсолютно Нет никаких Стадий раскрытия Он то есть Вот как вот звучит С момента нанесения Так он до самого Конца И звучит Ну и как я уже Вам сказал У кого есть Возможность Заполучить Отливант Немеротик Или флакон Может быть есть Сравните Слатафа Каэт Который стоит На уровне 2000 И сравните С Монталь Дарк Ванила Мне тоже будет Крайне интересно Послушать Ваше мнение В комментах Уместно ли Такое сравнение И есть ли В них Что-то общее Следующий У нас парфюм Который называется Нероза Парфюм Выпущен В 2019 Году Парфюмер Давид Моруитте Я понятия не имею Кто это Пирамида Очень мощная Послушайте Верхние ноты Шафран Гвояк Мускатный орех Лабданум И гвоздика Средние ноты Роза Герани Лан И лан И базовые ноты Уд Элеми Кожа Ветиверна Гормота Лист березы Сандал Кедр Бензоин Амбра Пачули И касториум И конечно же Конечно же Когда начинаешь Пробовать этот парфюм То первая Мысль Которая Меня сразу Пронзила Так электрическим Разрядом Что это Попытка Сделать Классический Арабский Роза Уд И Все бы ничего Парфюм Как бы Такой сложный Действительно Многогранный Тут тебе И роза Тут тебе И ут Тут тебе И специи Шафранчик И Анималика В виде Касториума И Нагормота Вот Все прям Красиво Но Есть одно Но Все бы Это было Хорошо И Замечательно Если бы У меня Не было Опыта Общения С арабской Парфюмерией С арабскими Удовыми Парфюмами На тему Ут Роза И не было Любви Пламенной К Монталью Который В этом деле Просто Из всех Наверное Европейских Парфюмеров На сегодняшний день Намбер Ван Что касается Удов Арабской Парфюмерии И Уда с Розой И конечно В данном Случае Посещает Мысль Что При том При всем Что этот Парфюм Достаточно Такой Сложный Интересный Назвать его Откровенно Бездарным Или Каким То Провальным Я Ни В коем Случа Не Могу Но У меня Сразу Не Покидает Ощущение Дискомфорта Что Что Тут Не То Инородного Тела То есть Явно Этот Человек Парфюмер Который Сделал Этот Парфюм Он Не Настолько Хорошо Владеет Этой Темой И В данном Случа Эффект Я Это Называю Исландские Роллы Или Австралийский Человек Из Другой Культуры Приходит На Чужое Поле И Пытается Сделать Вещи Которые Он Не Понимает Изнутри Как Это Должно Работать Поэтому Даже От Эталонных Монталей В данном Направлении Например Монталь Блэк Ут Или Монталь Интенс Блэк Ут Или Тот же Я недавно Делал Обзор Спайси Ут Когда Пробуешь Этот Парфюм Нероза То Ты понимаешь Что Это Классическая Арабская Парфюмерная Традиция В сравнении С этим Это Просто Небо И Земля И Притом При всем Что Парфюм Этот Неплохой Но Тому Кто Хорошо Знаком С Тем Как Это Должно Быть У Арабов У Того же Монталь Конечно Это Будет Чувство Дискомфорта И Народного Тела Вот В принципе Больше Мне Про этот Парфюм Сказать Нечего И Последний Парфюм Это Наближе Или Наблайш Я Уж Простите Не знаю Как правильно Произносится Потому что Не знаю На каком Это Языке Парфюм 2012 Года Выпуска Парфюмер Мари Душен Тоже Достаточно Мало Известный Парфюмер Верхние Ноты Лимон И Бергамот Средние Ноты Лаванда Ирис Нироли И Амбретто И Базовые Ноты Бабы Тонко Ваниль И Белый Мускус Вот Самый Наверное Невзрачный И Самый Неинтересный На мой Нос Из всех Сегодняшних Парфюмов Парфюм Который Представляет С собой Такой Достаточно Добротный Качественный Цитрусовый Свежак Который Стартует Явными Такими Резкими Достаточно Натуральными Нотами Лимона Лимон Натуральный Он не может Быть Нерезким С лавандой И Ну Все по классике И в базе Вот этот Мускус Чуть-чуть Бобов Тонко Ванили То есть Это такой Классический Цитрусовый Свежак Но Вся беда Его в том Что В принципе У него Нету Абсолютно Какого-то Своего Характера То есть Вот Десятки Если не Сотни Парфюмов Есть Похожего Профиля И Я вслепую Никогда В жизни Не узнал Что именно Этот Парфюм А не Какой-то Другой То есть Каких-то Вот Фишечек Отличающих Его От массы Парфюмов Данного Направления Ну Тут Просто Нету Вот Из Того Что На что Это Похоже Вот Сейчас Есть В продаже Один Из последних Пакарабанов Фантом Вот Этот Робот Федор Или Андроид Как его Зовут Я не знаю Вот В принципе Очень Похожая История Такой Вот Яркий Лимон Лимончелловый Старт Лимон Такой На грани Добра и зла И Лаванда Легенькая И потом Это К базе Все Достаточно Сильно Заслащивается Очень Похоже На этот Фантом Ну Фантом Конечно Классом Пониже Тут Чувствуется Все-таки Принадлежность К более Дорогому Сегменту В целом Это Еще Более Безлико Чем Фантом В этом Плане Фантом У него Есть Какой-то Все-таки Характер Вот Этот Уклон В Лимончелло Такая Сладенькая База А тут Обычный Цитрусовый С лавандой С яркими Цитрусами На мой Нос Абсолютно Неинтересно То есть Как-то Выделиться Из толпы Или Заявить О себе Да даже И Чтобы не Выделяться А чтобы Самому Как говорится Побыть В уединении Помедитировать И Получить Удовольствие От Пользования Этим Парфюмом Вряд ли Получится Вот Недавно Я делал Обзоры На Серджев Торина 21 И Серджев Мефисто Конечно Эти парфюмы Как по качеству Так и По Своим Характеристикам Гораздо Интереснее Ну Торина Начнем с того Что он Сделан Был Почти Там На 10 лет Позже Что тоже Ощущается Все-таки 2012 Год За это Время Органическая Химия Стремительно Продвинулась Вперед На Ближе Они Примерно Ровесники С Серджев Мефисто Но Вынужден Признать Что Мефисто Во всех Смыслах Звучит Гораздо 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 Лучше И в плане Технического Исполнения Я имею ввиду В плане Сборки В плане Компонентов И в плане Стадии Раскрытия И в плане Наличия Своего Характера И каких-то Отличительных Черт Что Достаточно Легко Вот так В шлейфе Со стороны Понять Что Да Это Скорее всего Серджев Мефисто В данном Случае Я бы Этот Парфюм В жизни Не Отличил От масс Таких Аналогичных Парфюмов Данного Направления Вот на Этой Не совсем Веселая Нота Я хотел Сегодняшний Обзор Закончить Благодарю За внимание И до Новых Встреч Всем Пока Субтитры 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 Субтитры